Сейчас пройдем по участку, включили сейчас один насос, подкрашиваю скалы, я счастлив. Привет, друзья, меня зовут Костя Юнин, я ландшафтный архитектор, делаю на участке дренаж. Сначала я уплотняю грунт, вот видите, экскаватором. Вот видите, крупной галькой засыпал грунт. Теперь я расстилаю геотекстиль. В дальнейшем послойно, чередуя крупный мелкий грунт, геотекстиль, песок, почву, прокладывая геотекстилем, я создаю пирог, который позволит легко уводить воду с участка. И все это делается для того, чтобы на этом участке хорошо росли растения, не было застаивания воды, не было подземных озер, которые мешают расти растениям, из-за которых могут загнивать корни. Вот, это все делается в связи с тем, что грунт на участке очень плотный, глинистый, и вода очень плохо проходит, уходит, уходит плохо очень вода. Из-за этого получается, несмотря на то, что дренажной воды нет у грунтовой, да, несмотря на это, получается такое заболачивание. Геотекстиль распределяет нагрузку почвы и исключает проседание грунта. Поэтому по такому пирогу, как здесь, где геотекстиль песок, можно будет даже тяжелой машиной довезти. Сегодня я занимаюсь регулировкой потоков водопада. Вот, видите, вот так вот будет выглядеть водопад. Включили сейчас один насос, запроектировано два. Вот, видите, сплошной поток воды будет. Вот, ну, в принципе, как бы все рассчитано правильно. Вот. С первого раза запустили, все красиво. Интересная работа у меня. Я счастлив. Хочу с вами поделиться тем, как я подкрашиваю скалы, придаю им натуральный вид. Уже набралось озеро. Ну, не набралось, а же добирается озеро. Сейчас пройдем по участку, я вам покажу, как работает на покраске мой художник. Еще не полностью набралось, но вы уже видите, отражение, отражение облаков в воде проявляется, проясняется картинка. Здесь скала большая будет такая, видите, вода опускаться. Здесь еще одна скала. Тоже скала в воде стоит. Вот, и пойдем по маленькой дорожке. Здесь будет устраиваться маленькая дорожка. Такая вот пейзажная. Расщель на скале. А вот здесь наш мастер-художник. Первый слой обычно наносится темным. Для того, чтобы фактура стала выразительной, выделялась. Пока наш художник красит, мы можем продолжить прогулку. Видите, какая интересная будет скала. Карманы и грунт для того, чтобы в этом грунте мы смогли потом высадить растение. Вот видите, тоже скала и с помощью грунта, то есть у нас был каркас сделан, с помощью грунта мы создаем горный пейзаж. А это у нас водопад. Видите, это озеро водопада. И вот сюда. И вот. Спасибо за внимание. Это то, чем я хотел сегодня с вами поделиться. С вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok